В августе 1943 года в руки полиции Нью-Йорка попала запись телефонного разговора босса мафиозной семьи Фрэнка Костелло и кандидата на пост судьи Томаса Аурелио, в который первый обещает второму положительный исход голосования. И несмотря на то, что данная утечка повлекла за собой общественный резонанс и судебное разбирательство, обещание всё равно было выполнено. Костелло удавалось на протяжении более чем 20 лет сохранять практически повсеместное влияние на демократическую партию Нью-Йорка и при этом большую часть времени оставаться в тени. Он сумел минимум пять раз избежать серьёзного уголовного преследования, а в криминальном мире заслужил прозвище «премьер-министр» за свой дипломатичный стиль управления организацией. Фрэнк без преувеличения являлся самым нетипичным мафиозным боссом, отдавая предпочтение азартным играм и рэкету, а также обходя наркотики и сводя насилие к минимуму, ему почти удалось воплотить свою мечту стать легальным дельцом. Сегодня я расскажу вам историю человека, который достиг высшей ступени в итальянской мафии и сумел на ней удержаться на 20 лет, практически не прибегая при этом к насилию. Встречайте, Фрэнк Костелло. По ту сторону закона. Франциско Костельо появился на свет 22 февраля 1891 года. В семье Луиджи и Марии Костельо. Его родители проживали в небольшом итальянском городке под названием Лаурополе. К моменту рождения Франциско в семье уже было пятеро детей, и родители всеми силами пытались их прокормить. Мария работала ткачихой, а Луиджи до появления шестого ребенка уже успел сменить несколько профессий, побывав военным, егерем и охранником виноградников. Однако ни одна из данных работ не могла позволить Луиджи обеспечить свою семью всем необходимым. Доходило даже до того, что им приходилось брать в местной пекарне хлеб в долг. Выходом из сложившейся ситуации Луиджи посчитал эмиграцию, и в 1895 году вся семья перебралась в Нью-Йорк и поселилась в районе, который в то время назывался Маленькая Италия. Переезд ожидаемо не принес золотых гор, и семейство Кастильо все так же продолжало бороться за существование. Мать заняла денег и открыла небольшую продуктовую лавку, а отец подрабатывал в разнорабочем настройках. Постепенно Франциско также стал вносить свою финансовую лепту в бюджет семьи, однако добывая деньги отличным от родителей способом. Первое время после переезда у Марии получалось отгородить сына от общения с криминальными элементами, но подкрывшийся незаметно подростковый период свел все ее старания на нет. В возрасте 12 лет Фрэнк бросил школу, и вместе со своим старшим братом Эдвардом погрузился в бурлящий котел уличной преступности. Начинали они с мелкого воровства и организации для своих сверстников игр в кости под названием Крэпс. А затем Фрэнка заметил местный авторитет Чиро Таранова, и он стал заниматься для него сбором денег с местных торговцев, что подтверждает арест Костелло в 1908 году за угрозы в сторону торговца углем. Еще один арест Фрэнка произошел в 1912 году, когда его обвинили в ограблении. В обоих случаях молодой итальянец сумел избежать наказания, однако к 1915 году удача покинула его, и Костелло был приговорен к году тюрьмы за незаконное ношение оружия. В дальнейшем появится легенда, что данный арест заставил Фрэнка взяться за голову и навсегда отказаться от ношения оружия и личного участия в насильственных преступлениях, что на самом деле является преувеличением и разбивается о несколько фактов. Во-первых, в 1919 году он вместе с Винсентом Рао был арестован по обвинению в ограблении. Во-вторых, подельник Костелло времен Сухого Закона Альберт Фельдман, ставший впоследствии правительственным свидетелем, рассказывал в своих показаниях, что Костелло в конфликте с другим гангстером по имени Эммануэль Кеслер угрожал тому пистолетом. Ну и в-третьих, что является скорее не фактом, а умозаключением, крайне маловероятно, что в период, когда бутлегеры стреляли друг друга на каждом шагу, Костелло вел дела, не имея при себе огнестрельного оружия хотя бы для самозащиты. Фрэнк действительно мог ходить без пистолета, но делал он это явно не с 1915 года. Выйдя из тюрьмы в 1916 году, Костелло продолжил свою работу на Чиро Таранову, а параллельно с этим провернул свою первую схему с азартными играми. Он нашел еврейского дельца по имени Генри Горовиц, который занимался тем, что можно назвать дальним родственником современных игровых автоматов. Горовиц устанавливал в барах небольшие коробочки с отверстиями, в которых находились бумажки с наименованием приза. За 5 центов любой желающий мог получить у бармена специальный стилус и попытать удачу, вытащив с его помощью одну из бумажек. В качестве приза обычно выступали какие-то недорогие предметы по типу бритвенных лезвий и тому подобного. Костелло вложил в дело Горвица порядка 3000 долларов, а также помогал находить новые точки для установки данных предков игровых автоматов. За год непрерывной работы Фрэнку с партнерам удалось заработать около 100 тысяч долларов, что на современные деньги будет равно полутора миллиона. Однако затем полиция начала массово арестовывать владельцев таких аппаратов, из-за чего Горвицу пришлось закрыть фирму, предварительно заявив о банкротстве. Но Костелло не пришлось долго горевать от потери столь хороших прибылей. Совсем скоро правительство США объявит о введении сухого закона, и он сможет заработать в десятки, а то и сотни раз больше. Как я уже рассказывал в своих более ранних работах, сухой закон в Штатах воспринимался подавляющим большинством населения как плохая шутка. Было очень мало людей, которые действительно хотели бороться за его соблюдение. Причем относилось это как к обычным гражданам, так и к государственным служащим, начиная от мелких сошек и заканчивая высокопоставленными чиновниками. Период сухого закона породил не только тысячи бутлегеров, но и повсеместную коррупцию, доходящую до высших эшелонов власти. К примеру, делец по имени Джордж Ремус в начале сухого закона платил генеральному прокурору Гарри Доэрти около 3 миллионов долларов в год, чтобы на его дела закрывали глаза. Ремус в начале 1920-х открыл сеть аптек, для которых мог легально производить и покупать алкоголь, который в дальнейшем перепродавался совсем не на медицинские цели. За первый год сухого закона Джордж перепродал порядка 3,5 миллионов литров виски. Поэтому неудивительно, что именно Ремус был тем человеком, который на первых порах обеспечивал товаром большую часть бутлегеров. Костелло же не располагал в то время ни внушительным капиталом, ни с серьезными связями. На первых порах он занимался тем, что покупал алкоголь у таких крупных дельцов, как Ремус, а затем перепродавал его в бары. Для расширения поля деятельности Фрэнк обратился к крупному еврейскому гангстеру по имени Арнольд Ротштейн. Он расписал ему схему, по которой хочет наладить оптовые поставки алкоголя в Нью-Йорк, и попросил для осуществления идеи денежный заем. Ротштейн увидел потенциал в данной задумке и дал денег Костелло, после чего Фрэнк незамедлительно приступил к реализации своей идеи, которая заключалась в следующем. Около Канады располагались два острова под названием Сен-Пьер и Микелон, находящиеся в юрисдикции Франции, где алкоголь запрещен не был. Костелло посетил данные острова и договорился на оптовые поставки спиртных напитков. Сначала виски привозили из Европы на острова, затем местные моряки забирали их оттуда и везли к берегам Нью-Йорка, вставая на якорь за пределами территориальных вод. После чего к ним на мелких лодках подплывали бутлегеры и перевозили товар на берег, где он грузился в грузовики и отправлялся на склады в городе. Еще одним влиятельным человеком, который помог Костелло успешно стартовать в бутлегерском бизнесе, был Эммануэль Кеслер по прозвищу Мэнни. Кеслер представлял собой дельца с обширными связями, который в первые дни сухого закона зарабатывал продажи алкоголя с правительственных складов, добывая его с помощью подкупа ответственных за его охрану чиновников. Кеслер, так же как и Ротштейн, дал Фрэнку заем на покупку грузовиков, а в дальнейшем покупал оптом привезенный Костелло товар, перепродавая его в бары. За пару лет Фрэнк Костелло заработал не один миллион долларов. К 1922 году он уже окончательно рассчитался с Ротштейном, а само предприятие по контрабанде алкоголя росло не по дням, а по часам. К 1923 году, когда Кеслера посадили по обвинению в незаконном изъятии спиртных напитков с правительственных складов, у Костелло без преувеличения уже был свой флот, который включал десятки мелких лодок, крупные корабли для доставки товара с островов, несколько гидросамолетов, чтобы искать потерявшиеся корабли, а также пара радиостанций, постоянно курсирующих между берегом и границей территориальных вод, чтобы держать связь с прибывающими судами. Вдобавок к этому, большая часть береговой охраны была куплена и работала на Костелло, сопровождая лодки с алкоголем, а также предупреждая бутлигеров о правительственных патрулях. Такой же размах в таком способе контрабанды в Нью-Йорке имел лишь один человек – Уильям Винсетт Двайер по прозвищу «Большой Билл». И у Костелло было только два варианта взаимоотношений с Двайером – либо пытаться конкурировать с ним, либо заключить с Большим Биллом союз и забрать под свой контроль большую часть рынка нелегальной оптовой торговли спиртными напитками. Фрэнк выбрал второй вариант. И за три года совместной работы организация Костелло-Дуайер, по оценкам правительства, имела оборот, колеблющийся от 120 до 180 миллионов долларов, что в пересчете на современные деньги эквивалентно от полутора до двух миллиардов долларов. Точно неизвестно, сколько именно оттуда получал Фрэнк Костелло, но я думаю, что не меньше Дуайера, у которого в 1926 году на счетах было найдено порядка 10 миллионов долларов, что в переводе на наши деньги равно примерно 120 миллионам. И это не считая актива Большого Билла в виде спортивных команд, которыми он владел. Почему я озвучил цифры именно за три года работы, спросите вы? А потому что в 1926 году Костелло-Дуайер были арестованы по обвинению в организации контрабанды алкоголя и его дальнейшего распространения. Большого Билла судили первым, и он получил два года тюрьмы. А Костелло удалось избежать наказания, победив в тяжелейшем судебном процессе. В дальнейшем, несмотря на то, что Фрэнк продолжит заниматься контрабандой алкоголя, ему в течение всего сухого закона больше не выдвинут ни одного обвинения в бутлегерстве, а тюремный срок Дуайера позволит ему стать как минимум на два года единоличным лидером оптовой торговли алкоголем в Нью-Йорке. Костелло, будучи обычным солдатом мафии, зарабатывал не меньше, а то и больше боссов тогдашних таленских группировок. Он, работая с юности с Чирой Тарановой, все это время являлся сначала членом семьи Морелла, а затем солдатом семьи Мессерии, где также состояли его будущие друзья и партнеры Лаки Лучиано, Джо Доннис и Вилли Моретти, а также будущий противник Вито Дженавезе. Однако, несмотря на членство в семье, Фрэнк все это время старался максимально избегать всех конфликтов, в которые был вовлечен его босс. Нет никаких свидетельств, что Костелло принимал хоть какое-то деятельное участие, когда Мессерия воевал с Умберто Валентине или Сальваторо де Аквиллой. Единственный конфликт, в котором он был хоть как-то вовлечен, это Костелломарская война, о которой я рассказывал в ролике про Чарльза Лучиано. Но даже здесь о Костелло вспоминают лишь в том ключе, что он присутствовал в расстрельном списке Моранцана, а также поддерживал Лучиано в покушениях на Мессерию и Моранцана. Тем не менее, данный факт не помешал ему по окончании с Ламарской войны занять семье Лучиано позицию консильерии. Данный пост был получен Костелло благодаря трем причинам. Во-первых, у него были хорошие отношения с Лучиано. Во-вторых, он приносил денег в семью больше, чем кто бы то ни было. А в-третьих, его поэтические связи и влияние на демократическую партию Нью-Йорка уже тогда были достаточно велики. К примеру, в 1932 году Костелло присутствовал на национальном съезде демократической партии в Чикаго, прибыв туда вместе с лидером отделения партии в Нью-Йорке Джимми Хайнсом. Он вместе с Хайнсом и сторонниками убеждали остальных участников встречи в том, что на президентские выборы 1932 года стоит выдвинуть Франка Рузвельта. Что в итоге и произошло, а Рузвельт успешно те выборы выиграл. В дальнейшем влияние Костелло на демократическую партию Нью-Йорка лишь будет продолжать увеличиваться. Так же, как и тот капитал, который он сколотил на торговле алкоголем. После отмены сухого закона, Фрэнк превратился из ведущего контрабандиста в короля азартных игр и серого кардинала целой политической партии. Наступал более чем 20-летний период золотого времени Фрэнка Костелло. Главное достоинство Фрэнка Костелло, выраженное в практически повсеместном влиянии на политическую жизнь Нью-Йорка, смогло стать реальностью благодаря двум причинам. Первая – это способность Фрэнка находить нужный подход к людям, а также талант заключать обоюдно выгодные союзы. А вторая – это банальное стечение обстоятельств, в которых Костелло оказался в нужное время, в нужном месте и с нужными средствами. В Нью-Йорке еще с середины 19 века главной политической силой являлась Демократическая политическая партия, представленная здесь обществом, которое называлось Тамманихол. Данное общество контролировало все три ветви власти Большого Яблока, а любой чиновник, желающий получить пост, должен был угодить его лидерам. Чтобы поддерживать такое влияние, управленцам Тамманией необходимы были постоянные денежные вливания, а также люди на улицах, которые могли, если что, помочь в наборе необходимых голосов. А у кого в 1920-е было полно и того, и другого? Правильно, у бутлегеров. Постепенно гангстеры и политики начали заключать обоюдно выгодные союзы. Первые давали деньги, а вторые защищали первых от общепринятых законов. И вот именно на данном этапе кроется секрет, почему именно Костелло в дальнейшем получит такое большое политическое влияние. Если большинство мафиозных боссов работало с политиками исключительно в ключе «дал-получил», то Фрэнк пошел намного дальше. Он, получив за счет взяток доступ к лидерам Тамманихол, не просто обменивался с ними услугами, а втирался в доверие и заводил друзей, постоянно находясь в обществе политиков. К 1932 году, когда он появился на съезде партии в Чикаго, Фрэнк уже был членом организации Таммани в Эссайте, часто посещая ее собрания. Костелло не просто платил взятки политикам, он смог влиться в их общество и завести там друзей и сторонников. Прибавьте сюда высокое положение в мафии, которая контролировала улицы, и вы поймете, почему именно Костелло упоминают в ключе связи мафии и политики. Поначалу Фрэнк влиял на власть через лидера Таммани Джимми Хайнца, с которым у него были близкие партнерские отношения. Параллельно с этим, помогает, так сказать, своим людям подниматься по карьерной лестнице в демократической партии. Что в итоге привело к тому, что когда Хайнца убрали с руководящей должности, то лидерами округов оказались подконтрольные Костелло люди. Этими партийными деятелями были Пол Саруби, Джон де Сальвио, также известный как Джим Келли, Авраам Розенталь и Кларенс Нилл-младший. Каждый из этих мужчин управлял отделением в своем округе и мог влиять на выборы главы всего Таммани Холл. В итоге получалась следующая цепочка. Таммани Холл – главная политическая сила Нью-Йорка. Ее лидер эту силу направляет. Руководители округов на выборы лидера влияют, а Костелло управляет лидерами округов. Нетрудно понять, кто при таком раскладе на самом деле управлял Таммани Холл. Фрэнк Костелло чуть более чем за 10 лет сумел втереться в круги сильнейшей политической организации Нью-Йорка, а затем, помогая кому-то в карьерном росте или же другими способами делая человека себе обязанным, сделал так, что эта организация уже не могла работать, не учитывая его мнение. Неудивительно, что в дальнейшем многие люди, стремящиеся занять тот или иной государственный пост в Нью-Йорке, будут приходить за помощью к Фрэнку Костелло, что лишь будет увеличивать число обязанных ему людей, а тем самым и его политическое влияние. Однако Костелло мог никогда и не получить своей роли серого кардинала, если бы не сухой закон, и не те огромные деньги, которые он ему принес. Именно внушительный капитал позволил Фрэнку получить ключи от двери к Таммани Холл. Костелло, в отличие от других гангстеров, которые после бутлегерства полезли в иные нелегальные дела, старался вкладывать деньги в законный бизнес. У него была компания, занимающаяся строительством домов. Вместе со своим старым знакомым Генри Горвицем они открыли фирму по производству мороженого. Он владел частью компании, которая имела эксклюзивные права на дистрибуцию шотландского виски, а также вкладывал деньги в открытие клубов и ресторанов, самым известным из которых являлась Копа Кабана. Стоит также учесть, что вложения в легальный бизнес на перечисленных предприятиях явно не ограничивались, так как в подавляющем большинстве фирм, которыми владел Костелло, его имя никак не фигурировало, дабы избежать лишних вопросов от налоговой службы. Самым большим же вложением Фрэнка стали игровые автоматы. К моменту отмены сухого закона по всему Нью-Йорку было около 5000 одноруких бандитов, которыми владел Костелло. Дальнейшему расширению бизнеса на территории Большого Яблока помешал лишь приход на пост мэра-республиканца Фьюрелла Лагвардия, который в 1934 году судебным решением объявил бизнес Костелло вне закона на территории Нью-Йорка. Но это не сильно расстроило Фрэнка, и он просто перенес игровые автоматы в Новый Орлеан, где его бизнес спокойно работал под покровительством местного конгрессмена-демократа Хью Лонга. Фирма, владеющая однорукими бандитами, была записана на друга и партнера Костелло по имени Филипп Костель и приносила в год чуть более 500 тысяч долларов, что на современные деньги равно 6,5 миллионов. Помимо игровых автоматов, Костелло был вовлечен и в организацию азартных игр. Вместе с Вилли Моретти и Джо Доннисом у него была доля от игорных заведений в Нью-Джерси, а в партнерстве с Фрэнком Эриксоном они организовали сеть букмекерских контор по всей стране. Также к 1937 году, когда босса семьи Чарльза Лучиано посадили, а его зам Вито Дженовезе был вынужден бежать в Италию, Костелло стал боссом и начал пополнять свой бюджет за счет процента, который он получал со всех предприятий и рэкетов подконтрольных ему людей. Справедливости ради стоит сказать, что полноценную власть в семье он получил лишь после высылки Лучиано в Италию, а до этого лишь исполнял приказы Чарльза из тюрьмы. Но это не отменяет того факта, что на самом деле Костелло совершенно не прельщал оппозиция босса. Он зарабатывал огромные деньги и считал себя в первую очередь бизнесменом. Оппозиция босса вынуждала его вовлекать себя во все рэкет и семьи, за которыми приходилось следить. И хотя босс в итальянской мафии изолирован от действий солдат, его практически невозможно связать с их поступками, Костелло во время своего правления все равно максимально исключил все грязные способы заработка. При нем было запрещено торговать наркотиками, а главным источником пополнения казны семьи стали азартные игры и рэкет. В принципе это все, что можно сказать о 20-летнем нахождении Костелло на посту босса. Он не сделал ничего, что кардинально изменило бы мафию. Фрэнк на время своего правления практически превратил семью в полулегальную корпорацию, главной целью которой было заработать денег, не привлекая большого внимания, что устраивало далеко не всех в организации, о чем я расскажу позже. Однако большинство все-таки поддерживало Фрэнка, так как такой подход позволял многим гангстерам зарабатывать себе целые состояния, тем более зная, что босс всегда сможет помочь через свои политические связи. Это и подтверждает тот факт, что Костелло не был смещен с поста босса даже тогда, когда всплыла история о том, что он в 1940-х около двух лет пользовался услугами психиатра из-за проблем со сном и паническими атаками. Данный факт также подтверждает мнение, что Костелло тяготила позиция босса и, несмотря на финансовые успехи организации и поддержку большинства членов семьи, доставляла немалые, в первую очередь, психологические неудобства в обыденной жизни. Фрэнк в аспекте своего существования, не связанного с мафией, стремлялся влиться в высший свет, видя себя именно в этом обществе, а не в компании гангстеров, среди которых он старался общаться лишь с узким кругом доверенных партнеров и друзей. Для этого он даже приобрел себе дом в элитном поселке под названием Сэнспойнт, который населяли миллионеры и руководители корпораций. Поместье Костелло располагалось на земле общей площадью в один квадратный километр, на которой находился роскошно обставленный дом на 12 спален. Здесь Фрэнк с женой проводили выходные, отдыхая от городской суеты. Для жизни в Нью-Йорке же у Костелло имелся пентхаус на семь комнат, расположенный на 18 этаже в здании прямо напротив центрального парка. Квартира была обставлена в старинном стиле, с картинами известных художников на стенах и настоящим дровяным камином. Фрэнк хотел попасть в высшее общество тем же способом, которым попал в политику. С помощью денег купить себе статус в элите. Для этого же он жертвовал огромные суммы в благотворительную организацию армии спасения, где являлся одним из 200 крупнейших ее меценатов. Но как показала практика, ничего из этого не сработало. И репутация гангстера будет тянуться за ним всю его жизнь. Какими бы белыми не были заработки его организации, сколько бы судов он не выиграл, сколько бы денег не вложил в благотворительность и как бы быстро Костелло не старался убежать от репутации бандита, прошлая жизнь и прошлые поступки все отчетливее начинали наступать на пятки. И совсем скоро должны были свалить бесконечно убегающего от них премьер-министра. Фрэнк Костелло являлся одним из немногих гангстеров тех лет, кому удавалось раз за разом отражать нападки со стороны органов правопорядка. Первый раз Костелло пытались привлечь к ответственности в 1926 году за бутлегерство, когда в их организации с Двайером завелась крыса. Один из капитанов, которые возили алкоголь с островов, попался в руки полиции и начал сотрудничать со следствием. Фрэнк сумел выкрутиться в суде, опираясь на то, что, собирая доказательства на него, полиция сначала использовала прослушку его телефонов без должного на то разрешения, а затем внедрила в его организацию агента под прикрытием, который вербовал его людей для дачи показаний. Стоит отметить, что в то время такая тактика была в новинку и рассматривалась как непристойная. Плюс ко всему этому на суде не смог выступить переметнувшийся капитан, который покончил с собой незадолго до заседания. Посему присяжные оправдали Костелло. Второе нападение исходило от мэра Лагвардия в 1933-1934 годах, когда он выступил против игровых автоматов Фрэнка. И как я уже говорил, Костелло просто перевез их в Новый Орлеан. Третий раз, например, министра в 1935 году уже положила глаз ФБР, забодозрив Фрэнка в содействии крупному ограблению и переправке награбленного в Нью-Йорк. Он предстал перед судом в том же году, но был освобожден под залог в 10 тысяч долларов. А в 1937 году обвинение и вовсе было снято за недостатком улик. В том же 1935-м прокурор Томас Дьюи, который всего лишь через год закроет Лучано, вместе с мэром Лагвардия сначала попытались связать Костелло с фирмой, которая силой заставляла ресторана Нью-Йорка покупать алкоголь только у них. Основанием для этого было то, что виски, которые привозил Фрэнк из Шотландии, распространялось через данную компанию. А затем решили привлечь партнера Костелло по букмекерским конторам Фрэнка Эриксона, параллельно приписав к этому делу Костелло. Однако у властей и в этот раз ничего не вышло, так как было невозможно доказать, что Фрэнк вообще имеет хоть какое-то отношение хотя бы к одной из данных компаний. Более того, Эриксон также сумел избежать тюремного заключения. Костелло даже удалось в 1939 году избежать наказания по обвинению в неуплате налогов. Ему вместе с партнером Филиппом Костеллем вменяли укрытие прибыли из игровых автоматов, а сумма невыплаченных налогов с этих прибыли составляла ни много ни мало 500 тысяч долларов. Процесс, в ходе которого Костелло впервые за долгое время не смог победить, случился лишь в 1950 году. Имя ему – слушание Кифовера. Данные сенатские слушания проходили в 14 городах Соединенных Штатов, в ходе которых перед сенатским комитетом предстало более 800 свидетелей. Первоначально предполагалось, что главной темой слушаний станут азартные игры, но в итоге все переросло в обсуждение всех аспектов организованной преступности. Сам процесс начался в 1950 году, но очередь Костелло предстать перед Сенатом подошла лишь к 13 марта, 1951 году. Первый день Фрэнка спрашивали про его дела времен Сухого Закона. Во второй прошлись по игровым автоматам и связям с азартными играми, а также выразили сомнения в правдивости его слов, так как Костелло часто уходил от вопросов или уклончиво на них отвечал. На третий же день Фрэнк и вовсе отказался продолжать давать показания, ссылаясь на болезнь горла. Однако продолжить ему все-таки пришлось. И на четвертый день, 19 марта, ему пришлось отвечать на вопросы о его роли в политических кругах. И хотя данные служения не подразумевали под собой для Костелло никакого дальнейшего наказания, его уклончивые ответы, а также отказ представить отчет о своих финансах, отчетливо дали понять властям, куда и как нужно бить, чтобы наконец посадить премьер-министра мафии. Начались масштабные проверки финансов Костелло, а в качестве запасного плана власти стали искать возможность лишить Фрэнка гражданства и депортировать в Италию. Параллельно с этим сгущались тучи над Костелло и в криминальном мире. В середине 40-х Акурат прямо перед высылкой Лучано в Италию вернулся в штаты Вита Дженовезе, у которого было сразу несколько причин быть недовольным, что Фрэнк занимает позицию босса. Во-первых, Дженовезе до своего бегства в Италию сам являлся сначала заместителем, а после и боссом семьи. А во-вторых, главным источником заработка для Вита была торговля наркотиками, которую Костелло категорически запрещал. Однако Дженовезе не мог сразу развязать открытый конфликт, так как у Фрэнка были достаточно сильные союзники. Поэтому он стал выжидать и собирать вокруг себя тех, кто также был недоволен Костелло. А поводом для первого удара Дженовезе послужили как раз слушание Кифовера. Заместитель Костелло Вилли Моретти, который имел под своим командованием порядка 60 боевиков, во многом являлся для Фрэнка силовой защитой. Однако Моретти страдал от сифилиса, из-за чего его рассудок начинал его подводить. Что случилось и тогда, когда он предстал перед Сенатом, чуть не наговорив лишнего. Дженовезе использовал данную ситуацию в свою сторону и убедил других мафиозных боссов, что от Моретти нужно избавиться, пока он не сболтнул чего не стоит. И в октябре 1951 года Костелло потерял своего первого союзника. Также, помимо Моретти, слушанник Кифовера лишили Фрэнка еще одного доверенного человека. В мае 1951 года был заключен под стражу Джо Адонис, который в 1953 году будет и вовсе депортирован в Италию. А как вишенка на торте было то, что в августе 1952 года и сам Костелло загремел в тюрьму по обвинении в неуважении к Сенату из-за отказа давать показания, прикрывшись больным горлом. В конце 1953-го Фрэнк выйдет, но сразу же подвергнется обвинениям в неуплате налогов. И в 1956 году вновь загремит за решетку, на этот раз на пять лет. Однако уже через 11 месяцев адвокат вытащит его из тюремной камеры на время пересмотра дела. Все то время, пока Костелло был занят судебными тяжбами, Дженавезе планомерно продолжал устранять его союзников и в то же время находить себе сторонников. А пятилетний тюремный срок Фрэнка, по задумке Вита, должен был послужить для того, чтобы окончательно забрать власть в семье в свои руки. Все расстроило неожиданное освобождение Костелло в марте 1957 года. Дженавезе для осуществления своей цели не оставлялось ничего иного, как пойти в открытое наступление. И в мае 1957-го он поручил солдату семьи по имени Винсент Джиганте устранить Фрэнка Костелло. Джиганте подкараулил Костелло в вестибюле его дома и со словами «Это для тебя, Фрэнк», нажал на курок пистолета. Пуля, опущенная в голову, пробила шляпу и лишь слегка поцарапала череп. Покушение оказалось неудачным. Костелло прекрасно понимал, кто и зачем его заказал. И как только шумиха немного улеглась, он вызвал Дженавезе для переговоров. На данной встрече они с Вита условились, что Фрэнк сам откажется от поста босса семьи и уйдет на покой. А Дженавезе пообещал, что не будет пытаться его убить, а также сохранит за Костелло все его источники заработка. Уйдя с позиции босса, Фрэнк еще в течение года будет бороться в суде с обвинением в неуплате налогов. Но в итоге проиграет и в конце 1958 вернется в места лишения свободы для отбывания оставшегося срока, где его настигнет еще один удар в виде лишения гражданства. И хотя в дальнейшем до депортации дела не дойдет, этот факт явно не добавлял позитива к положению старого гангстера. После выхода из тюрьмы Костелло будет вести тихую жизнь, платить налоги и больше не привлечет внимание властей своими действиями. Фрэнк, что называется, выйдет на пенсию. Они вместе с женой будут жить в квартире в Нью-Йорке, посещая на выходных свое поместье в Сэндспойнте. А по будням Костелло будет встречаться с теми немногими старыми знакомыми, которым также посчастливилось дожить до преклонного возраста, обедая с ними в ресторанах и возвращаясь к вечеру домой к жене. У него вполне хватало прибыли от прошлых вложений, чтобы прожить остаток дней в достатке и благополучии. Костелло после тех проблем, что выпали под конец его жизни, удалось насладиться заслуженным десятилетним отдыхом и уйти из нашего мира в своей кровати в возрасте 83 лет. 18 февраля 1973 года он скончался в больнице от сердечного приступа. Это была история Фрэнка Костелло. История, которая показывает, что даже в преступной среде можно достичь больших высот, опираясь на слова, а не на грубую силу.